друзья всем привет сегодня очень интересная распаковка новинки планшета недорогого это суббренд от компании blackview oscal делают недорогие но классные планшеты смартфоны из что здесь интересного не путайте спадом 15 просто от blackview нет это oscal под 15 и здесь из интересного более емкая батарея наконец-то быстрая зарядка на 33 ватта android уже 13 не 12 и давайте же друзья распакуем и посмотрим на возможности стоимость его составляет на старте продаж около 150 долларов как обычно ссылка будет в описании поддержка кстати 4g можно sim-карты подключать пользоваться как смартфоном вот такие вот у нас характеристики разрешение full hd плюс 2 кей матрица IPS 10 36 дюймов внутренней памяти 256 оперативная 8 и можно расширять плюс 8 из виртуальной батарея 8 280 миллиампер восьмиядерный процессор 16 основная камера 13 фронтальная кстати здесь даже стереозвучание тонкий корпус выполнен из металла из друзья что здесь сразу хотелось бы отметить что будет классная комплектация уже смотрел по комплектации в комплекте сразу же защитное стекло далее у нас сразу же в комплекте получается чехол чехол книжка получается также он работает как подставка вот таким вот образом и классно то что на магните не будет разъезжаться то есть вот таким вот образом фиксирует магнит все можем смотреть видео потреблять контент очень удобно на дисплее перечислены технические характеристики смотрим на комплектацию друзья вот что порадовало это быстрая 33 ваттная зарядка раньше была зарядка на 18 ватт в предыдущих моделях далее у нас документация конечно же идет кабель формата usb-c на usb-c далее sim ejector и стилус кстати стилус классный выполнен колпачок на магните вот таким вот образом здесь тоже на магните фиксируется этим стилусом будет удобно порисовать делать заметки и так далее в комплекте он уже идет значит друзья планшет не толстый он получается по толщине 76 миллиметров общий вес 449 грамм вот эта область выполнена из металла полностью боковины тоже из металла монолитный корпус единственного вот вставка у нас получается чтобы хорошо ловила 4g и wi-fi сети вот поэтому вот эта вставка будет пластиковая основная камера кстати без вспышки к сожалению стильные боковины разъем мини джек для подключения наушников присутствует это замечательно далее лоток для расширения сейчас мы посмотрим в него можно точно знаю подключать две сим-карты а по поводу карт памяти сейчас посмотрим да он комбинирован и получается либо две сим-карты формата nano sim поддержка 4g либо sim карта и карта памяти хотя внутренней памяти 256 очень много но есть возможности расширить разъем для зарядки и передачи данных динамик внизу ничего нет слева еще один динамик здесь звучание улучшенное регулировка громкости и кнопка включения под защитной пленкой заводской находится защитная пленка ну конечно же лучше ее будет заменить на стекло кстати друзья фишка чехла когда вы открываете автоматический планшет включается закрываете планшет выключается здесь получается магнит здесь расположен датчик который реагирует на открытие и закрытие чехла также благодаря этому магниту напомню что можно таким вот образом фиксировать подставку дисплей данного планшета 10 52 дюйма разрешение 2000 на 1200 плотность 222 dpi частота обновления стандартная 60 герц дисплей достаточно качественно отображает информацию текст хорошо видно адаптивная яркость присутствует минимальный уровень яркости и максимальный можно включать темную тему вечернее время чтобы снизить нагрузку на глаза причем есть три варианта настройки темной темы можно адаптировать также есть режим защиты зрения при включении экран становится более желтого более спокойного теплого цвета далее друзья размер шрифта можем изменять масштаб изображения на экране время отключения экрана если вы не пользуетесь планшетом и классная фишка адаптивный спящий режим не отключать экран пока вы смотрите на него улучшать отображение видео есть функция в определенных приложениях можно улучшать качество можно изменить цветовой режим температуры даже вручную можно настроить также друзья есть режим чтения где игра становится серо-белого цвета что могу поэтому дисплее отметить друзья здесь будет приятно потреблять контент смотреть видео читать информацию в интернете поиграть в игры угол обзора можете сейчас оценивать вот таким вот образом информацию видно рамки присутствуют но это и хорошо чем это хорошо к примеру вы будете читать книгу держать вот таким вот образом планшет и сенсорная область не будет срабатывать поэтому то что здесь есть рамки и они не тонкие то это только плюс смотрим на производительность в качестве процессора здесь восьмиядерный процессор от юнисок tiger t606 проверенный временем процессор 6 ядер cortex а 55 1.6 гигагерц и два ядра cortex а 75 с такой же тактовой частотой выполнен по 12 нанометром тесте антуту планшет набирает двести семьдесят одну тысячу баллов для такого процессора это неплохие результаты максимальный уровень нагрева 30.2 градуса и минимальный 29 и 3 во время теста батарея разрядилась на два процента этот процессор не тротлит не греется 30 минут тест 100 потоков график очень ровный и даже до 90 не опускается памяти оперативной 8 гигабайт внутренней 256 из нее свободно 231 гигабайт с учетом установленного андроида и приложений при необходимости оперативную память можно расширить в настройках есть специальный режим где при помощи внутренней памяти оперативную можно расширить виртуально плюс еще 8 и того будет 16 гигабайт программное обеспечение android 13 фирменная оболочка dock us версия 3.0 этой производительности хватает пользоваться комфортно android 13 это плюс друзья то что здесь android 13 уже на предыдущих планшетах том же pad 15 под 15 pro 16 там был 12 android здесь уже более свежая улучшенная оболочка более производительная более безопасная есть конечно же режим пк где можно пользоваться в оконном режиме как и на предыдущих планшетах от компании blackview в оконном режиме можно пользоваться переключаться между приложениями подключать клавиатуру мышку производительности хватает посмотреть видео онлайн много внутренней памяти можно загрузить фильмы смотреть в дороге например поиграть в игры игры можно поиграть несложные казуальные либо какие-то более ресурсоемки но на низких и средних настройках из дополнительных функций вай фай конечно поддержка 2 и 4 и 5 гигагерц сетей bluetooth для подключения беспроводных наушников можете подключать проводные сим-карту подключили можно пользоваться мобильным интернетом есть звонилка есть сообщение можно пользоваться как смартфоном также есть геолокация поддержка четырех навигационных систем gps глонас бейду и галилео можно устанавливать карты пользоваться как навигатором большой дисплей будет комфортно пользоваться по поводу батареи здесь друзья порадовала батарея улучшенная более емкая давайте посмотрим на емкость 8280 миллиампер заявленное от производителя время по автономной работе я сейчас выведу на экран можете посмотреть я же тестировал в режиме воспроизведения видео онлайн 50 процентов хватило на три часа то есть полной зарядки хватит в режиме онлайн видео около шести часов конечно автономная работа будет зависеть от яркости зарядкой на 33 ватта с 0 до 100 процентов у меня получилось зарядить этот планшет за два часа что я считаю достаточно быстро планшет мультимедийный потому что емкая батарея и хороший дисплей посмотреть видео поиграть в игры и все это дополняет еще динамиками стереозвук стереозвучание с улучшенным звучанием давайте же сейчас протестируем фото и видео возможности основная камера на 16 мегапикселей есть различные настройки здесь можно делать улучшение изображения таймер соотношение сторон изменять включать функцию hdr планшет может записывать видео видео режиме есть приближение на 4x максимально давайте посмотрим друзья фотографии которые у меня получилось сделать на этот планшет сделал тестовые фотографии делаем приближение но друзья для 16 мегапикселей неплохое качество вот еще сделал фотография это фото в помещении при увеличении даже видны цифры на клавиатуре но конечно детализация не максимальная но и 16 мегапикселей все-таки еще сделаем приближение ну то есть сделать какой-то документ сделать фотографию в принципе этого качества будет достаточно но конечно не камера фон текст вот при увеличении тоже видно делаем приближение цветопередачу можете оценивать самая обычная камера друзья делает стандартные снимки по итогу друзья этого планшета хватит как для работы есть многозадачность можно подключать беспроводную клавиатуру мышку для потребления контента просмотр видео много внутренней памяти можно загружать много фильмов он достаточно компактный его можно взять с собой причем такой чехол классно идет в комплекте при необходимости вы можете порисовать стилус также идет в комплекте также его хватит для интернет серфинга поиграть в несложные игры ну либо какие-то если более ресурсоемки то на невысоких настройках ну и конечно нельзя не отметить это емкую батареи в дороге это тоже будет плюс чтобы реже заряжать смартфон к минусам друзья можно отнести это то что нет здесь вспышки хотелось бы чтобы там допустим использовать в качестве фонарика был бы конечно плюс но в этой модели почему-то его не добавили и классно конечно то что оставили разъем мини джек три с половиной миллиметра можно подключать не только беспроводные наушники но и обычные проводные учитывая стоимость планшета друзья то конкурентов не так много чтобы было столько много памяти такой хороший дисплей богатая комплектация на этом друзья у меня все все полезные ссылки будут в описании пишите свои вопросы в комментариях всем пока